В системе высшего образования грядут большие изменения. На днях все российские вузы исключили с баллонской системы. Об этом на встрече с ректорами ведущих университетов страны, в том числе и Алтайского политеха, заявил замглавы министра образования и науки России Дмитрий Афанасьев. При этом он подчеркнул, что новая инициатива не означает возвращение к советской системе обучения в вузах. Так что же ждет сегодняшних абитуриентов и студентов, которые собирались в магистратуру? Об этом поговорим с ректором технического университета и вообще председателем совета ректоров Андреем Михайловичем Марковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте коротко. Что нас ждет и вообще удивило ли вас такое заявление Министерства образования? Ну, немножко маленькую поправку. На встрече с ректорами был сам министр науки высшего образования Валерий Николаевич Фольков. И именно его обращение мы слушали и его заявление мы обсуждали. Могу сказать следующее, что вот таких каких-то глобальных изменений в системе высшего образования не произойдет. Почему? Потому что тот замечательный опыт, который был накоплен за эти 20 лет, а даже больше, потому что в 1996 году в России был принят закон, по которому уже появилось двухуровневое образование, бакалавриат и магистратура. И надо сказать, что первых бакалавров Алтайский государственный технический университет выпустил в 1998 году. В 2000 вышли первые магистры. Поэтому мы достаточно давно работаем в этой системе. Что же сказал министр? Значит, основное заключается в том, что нужно из советской системы, из российской системы взять самое лучшее и построить, ну, переформатировать речь полностью от отказа от бакалавриата, от магистратуры. Речь идет о том, чтобы по ряду направлений, особенно связанных таких наукоемких направлений, технических направлений, инженерных направлений, увеличить большее количество специалитета. Мы достаточно много об этом говорили, что бакалавриата для технических направлений, ну, просто-напросто недостаточно. А недостаточно даже и пяти лет. Поэтому вполне возможно появится такая новая форма, это продвинутый такой специалитет. Специалитет плюс годичная магистратура. Может быть, двухгодичная магистратура. Значит, председатель союза ректоров Садовничий Виктор Антонович, ну, высказал такое мнение, что будет два бакалавриата обычный, ну, не обычный, а прикладной и академический, магистратура технологическая и научная, а специалитет, останется аспиратура. То есть, вот сказать, что, выйдя из какой-то баллонской системы, мы полностью отказались от того, что было, это будет неправильно. Все-таки останется и бакалавриат, и магистратура, и расширится количество специалитета по ряду направлений. Будет вот так, я думаю. Но ваш лусс отказывался в последние годы от специалитета? Сокращались направления такие? Нет, ну, смотрите, что значит мы отказывались? Мы работаем по федеральным государственным образовательным стандартам. К сожалению, вот, о чем я сожалею, ушла такая квалификация как инженер. Вот я по образованию инженер-механик, а сейчас у нас будет, или как сейчас мы записываем, специалист по направлению. Потому что специалитет. Потому что специалитет. И вот, как мы хоть и говорим о том, что инженерная подготовка, но инженеров-то мы не учим. Это то же самое касается педагогов. А если раньше был учитель химии, учитель физики, то сейчас, получается, бакалавр педагогики. И, то есть, это сложно бывает понять, а кто же он? Он все-таки русский, специалист по русскому языку или специалист по математике. Это разные вещи. Кстати, на этой тему тоже достаточно много говорили на том совещании. Ну вот я студентка четвертого курса журфака, и сейчас знаю, что мои однокурсники некоторые планировали поступать в магистратуру, как и я. Но если я хочу остаться, например, в России, то это собирается за рубеж. Могут ли они планировать? Отечественную магистратуру, конечно, вы можете поступать в любой вуз. Хорошая новость. Да, хорошая новость. Более того, министр об этом подчеркивал, что есть некоторое несоответствие сейчас в чем. Например, человек закончил магистратуру, бакалавриат, ну, допустим, по журналистике, а пошел в магистратуру на юриспруденцию, сдав экзамены и так далее. Ну вот к этому хотят поставить некий барьер, чтобы все-таки именно продолженность образования была. Ну, если действительно, если человек... Мне кажется, это был плюс этой системы, потому что я бы, например, хотела рассматривать педагогику. Вот смотрите, здесь надо тоже понимать, скажем, человек 4 года учился на юриспруденции, да, выучил все законы, все римское право и все, что положено. А другой не учил этого, ну, по магистратуру пошел на юриспруденцию, а был технарь. Ну, наверное, он самостоятельно освоил это все и сдал вступительные испытания. Наверное, здесь есть вопросы. А вот если, ну, вот такой пример, инженер, проработав, бакалавр, ну, инженерное образование, пошел на экономиста, пошел на менеджмента. Это продолжение, я считаю, это все нормально, это может быть. Поэтому здесь надо смотреть, и может быть, как раз большая задача стоит вступительных испытаниях. Если ты преодолел эти вступительные испытания, значит, ты что-то имеешь за собой опыт и так далее, тогда она может поступать. Что касается зарубежных вузов, ну, здесь, наверное, надо у зарубежных вузов спросить, готовы ли они взять наших бакалавров для своего обучения. А ведь, по сути-то, ничего не изменилось, мало ли что мы вышли, не вышли, а набор компетенций, набор зачетных единиц, трудоемкость, он остался тот же. Поэтому здесь дело, здесь, скорее, вопрос политический, чем вопрос согласования учебных планов. Поэтому нужно просто, наверное, согласовывать это с тем вузом, с которым вы мечтаете. Но я считаю, что российское образование лучше, поэтому посмотрите, пожалуйста. А к чему было тогда громко делать заявление о выходе из балансской системы? Ну, тут я не знаю, не могу сказать, зачем мы так громко заявили. Но надо сказать, что, наверное, здесь связано это, ну, я считаю, больше политический, наверное, вопрос. Потому что у нас нигде в законе об образовании 273-м нигде не написано слово «баланская система». Можно посмотреть внимательно, там такого нет, там речь идет о двухуровневой системе подготовки. Она у нас остается, закон мы пока не меняем. И я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения закона, может быть, будет что-то внесено по магистратуре, по срокам обучения. Но я думаю, что мы не будем, по крайней мере, министр не говорил о том, что мы от чего-то будем отказываться и так далее. Поэтому будут ли востребованы наши дипломы? Ну, я думаю, что будут, потому что объем знаний мы даем очень неплохой. Я знаком с системой образования зарубежных стран. У нас достаточно много было контактов с нашими зарубежными партнерами. Это и страны Европы, это и Азии. И я могу сказать, что мы даем образование на достаточно хорошем уровне. И дело принимать кого-то на обучение или нет, это дело уже самого университета. Я соглашусь с этим, потому что к нам едут и студенты из-за рубежа. Так же будут приезжать? Здесь есть некоторая опасность, она вот в чем заключается. Если бы мы сразу отказались бы от всего и отказались бы от системы бакалавриат и магистратура. Вот здесь бы действительно появился бы такой вопрос. Человек из зарубежья получает у нас образование, а ему нет соответствия за рубежом. Это плохо. Поэтому отказа не будет. У нас сейчас, по крайней мере, вот у нас в ВУЗе обучается около 700 иностранных граждан. И они получат образование. И с этими дипломами они вполне устраиваются и успешно устраиваются у себя в стране. Многие, кстати, остаются у нас. Есть студенты из Европы? В данный момент нет. У нас были студенты из Европы, которые приезжали на включенное обучение. Сейчас нет таких. Были те, которые приезжали изучать русский язык. Этих много было. Причем из разных стран было. И из США были, и из Мексики были. А уж из Европы. Наверное, из всех стран у нас были. И все-таки давайте сформулируем плюсы и минусы такого решения. Выхода из системы. Да здесь больше, наверное, плюсы я вижу. Вы знаете, в чем вижу плюс? Я вижу плюс в том, что мы переформатируем свое образование. Что у нас появится больше специалитета на наукоемких направлениях. Вот в этом я вижу большущий плюс. Про это все давно говорили, что надо бы, надо бы. Ну вот такой толчок, видимо, выход, это заявление о том, что мы откуда-то выходим. А вот оно даст возможность нам увеличить количество специалитета по нашим инженерным научным специальностям. Это вот хорошо. Из минусов. Да вот, честно говоря, я и не вижу минусов. Ну, появятся новые образовательные стандарты. Соответственно, нужно будет переделать все учебно-методическое обеспечение. Переделы непривычные. Лишь бы во благо это было. Лишь бы востребованность, она высокая. Это со стороны наших работодателей. Я могу это официально сказать, потому что являюсь... Конечно, я знакома с вашими выпускниками, спокойно устраиваюсь. Да, член правления Союза промышленников. И на каждом заседании Союза промышленников речь идет о том, дайте нам кадры, дайте нам кадры. Даем. Хорошо. А что будет с ЕГЭ, как думаете? Ведь тоже же система баллонская. Ну, ЕГЭ, тут, наверное, на меня будут ворчать и ругаться, но я-то как раз сторонник ЕГЭ. По той простой причине, что... Другое дело, что как организовать контроль прохождения ЕГЭ. Ну, я думаю, что он нормально организован. Да, чересчур, я думаю. Наверное, да, да, да. Какой-то стресс. Ну, знаете, мне в жизни пришлось два раза поступать в ВУЗ. И это оба раза для меня был стресс. То есть сдав выпускные экзамены в школе, это стресс уже. Экзаменов было достаточно много. Не помню, там их под десяток было этих экзаменов. А сказать, что экзамены раньше были какие-то объективные. Ну, конечно, они были объективные. Но мы все сдавали экзамены по одним и тем же билетам, которые были опубликованы в книжечке. И весь выпускной класс мы тренировались, как мы будем сдавать экзамены. Это не натаскивание было, натаскивание. Вот. Что касается ЕГЭ, я считаю, что общие требования для всех, для всей страны дают возможность школьникам из провинции, школьников из отдаленных каких-то районов поступать и в то же время в столичные ВУЗы. Для нас это, ну, скажем так, тоже есть некоторая опасность. А нужно ли его, ну, скажем так, менять задания? Ну, наверное, нужно. Может быть, смотреть эти задания надо, периодически там проводить оценку этих заданий. Сказать там, ну, такая любимая фраза «жертва ЕГЭ». Ну, в Советском Союзе после образования тоже были жертвы того образования. Из той системы образования не все грамотные выходили, всякие были. Так же и здесь кто как относится. Общалась с вашими педагогами, и они сказали, что ЕГЭ – это все-таки трагедия, так как лучшие школьники уезжают в столицу. У вас были ребята, которые выигрывали, например, чемпионат мира по программированию, и, к сожалению, к примеру, таких они больше найти не могут, потому что они сразу, они уже в Москве, и Москва теперь выигрывает чемпионат мира. Такая проблема есть, потому что вот это, ну, скажем так, рекрутинг абитуриентов, он начинается довольно рано, и здесь у нас эмиссаров различных вузов, различных регионов, их достаточно много. Я не буду называть школы, но я знаю, что со многими школами ведущие вузы страны заключают всевозможные соглашения с Матриной и так далее, и говорят, ребята, да, вы уже поступили. И такие ребята уезжают, это, конечно, плохо. Вот, мы, ну, крепостное право-то, оно отменено, поэтому мы не можем никого заставить. Вот, есть эта проблема. Проблема, да, действительно, она, наверное, была порождением ЕГЭ, потому что нужно было ехать поступать в вуз, и не у каждого были возможности. Тем более, что сейчас у абитуриента есть возможность такова, что он может в несколько вузов одновременно поступать, что они делают, на несколько специальностей и так далее. Вот сейчас возможностей больше, да, это есть определенная опасность. Ну, с этим, я считаю, надо просто лучше агитировать, лучше представлять свое образование и так далее. Но запретить мы этого не сможем. И так же, как мы можем запретить, не могли запретить нашим абитуриентам поступать в зарубежные вузы, так же, как и зарубежным ребятам мы не могли запретить поступать к нам, мы только приветствовали это. А если не секрет, куда поступали ваши дети? Мои дети закончили Алтайский государственный технический университет. Хорошо. Давайте подведем итог. Когда нам ждать первых изменений? Год-два? Я думаю, год-два. Потому что, смотрите, ну, этот год, вот сейчас приемная кампания, она будет играть по тем правилам, которые установлены. Так, следующая приемная кампания, скорее всего, потому что контрольные цифры приема мы точно знаем на 23-й год, они нам точно определены, уже конкурс состоялся, мы знаем, мы планируем свою работу, значит, 23-й год тоже нет. Ну, либо какие-то изменения сделают, если какое-то постановление правительства, будут изменения по структуре контрольных цифр приема, ну, не знаю, я сомневаюсь. Значит, 24-й. Я благодарю вас за интервью, спасибо. Спасибо, до свидания. А я напомню, что в гостях у нас был ректор ЛТГУ Андрей Михайлович Марков. С ним мы выяснили, что ждет студентов с отменой Болонской системы образования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!